В начале хочу сказать, что это видео было заснято еще осенью 2018 года, но почему-то вспомнил о нем только сейчас. Но прежде чем начнем, хотел бы порекомендовать своим зрителям интересные каналы по электронике, которые смотрю лично. Канал моего, не побоюсь этого слова, друга и коллеги Тимура, для любителей импульсных штуковин, аудиотехники и всего понемногу. Очень душевный канал. Канал Мастерская Мастерок, для людей, которым интересны компьютерные железяки и, в частности, алгоритм проверки и восстановления информации жестких дисков. Ролики Александра неоднократно помогали воскрешать жесткие диски. Канал OpenFryMTV, молодой и очень перспективный канал. Подробные ролики со сборкой, демонстрацией и описанием принципа работы полезных штуковин. Интересный канал с грамотной подачей материала. Ну и канал Михаила Майорова, для людей, которые хотят понять, что к чему и вникать в самые тонкие процессы. Очень грамотная и профессиональная подача материала. Михаил – человек, у которого есть чему научиться. В описании под этим видео можете оставлять ссылки на свои каналы, плюс пару слов о тематике канала. Ссылки, как правило, блокируются, но в первые несколько дней попытаюсь одобрить все. Ну а теперь начнем. Приветствую всех на канале. Раз в несколько месяцев я бываю на барахолке и никогда не возвращаюсь без крупных покупок. В этот раз я решил прихватить камеру, чтобы заснять сюжет о барахолке, но лоханулся и забыл прихватить карту памяти. Но крупную покупку все же сделал. Продавец – солидный дядька, который никак не хотел торговаться, поэтому был вынужден отдать целых 3,5 килорубля за вот этот комплекс. Не буду долго тянуть, поэтому давайте сразу перейдем к полному ретро-обзору. Перед нами комплект электроснабжения комбинированный или КЭК. Состоит из трех частей. Трансформаторного блока с аббревиатурой ИНП – источник питания нерегулируемый. И двух аналогичных блоков с аббревиатурой ИПР – источник питания регулируемый. Если в двух словах, то это мощный регулируемый источник питания для учебных заведений. Технические характеристики очень даже ничего. Источник питания может обеспечить на выходе постоянное либо переменное напряжение до 40-50 вольт при токе до 6-10 ампер, а это, между прочим, около полкиловатта. Важно заметить, что такой источник питания имеет очень высокое КПД, и он отнюдь не импульсный. Скажу больше. В регулирующих блоках почти нет полупроводников, за исключением диодного выпрямителя, но обо всем по порядку. Давайте по очереди рассмотрим, затем разберем каждый блок и начнем, пожалуй, с трансформаторного. На лицевой панели мы видим три переключателя, с помощью которых можно выбрать напряжение, которое пойдет на регулируемые блоки. В данном случае верхнее положение выключателей позволит получить напряжение до 36 вольт, нижнее – до 42 вольт, так как блок нестабилизирован, эти значения могут гулять в зависимости от напряжения в сети. На той же панели мы видим автомат защиты. Вырубив его, прекращается подача питания на регулируемые блоки, ну и сетевой выключатель с индикаторной лампой. Внутри этого блока мы видим кучу проводов, клеммники и сердца всей конструкции – силовой трансформатор. Это очень крутой железный трансформатор OSU-04. Только один трансформатор весит более 5 килограмм. Это однофазный сетевой трансформатор и имеет две вторичные обмотки на 36,5 вольт. Трансформатор имеет внушительные габаритные размеры и высокую надежность. Такая дубовая техника никогда не подведет. Обратите внимание на то, что тут имеется заземление и разведено оно очень грамотно. Провод приличного сечения. Все-таки это штука для учебных заведений и безопасность превыше всего. Разводка проводов тоже сделана очень грамотно. Все в ниточках. Чувствуется старая школа. Места, где провода соприкасаются с металлом, дополнительно изолированы. Автомат защиты на трансформаторном блоке 10 амперный. Этот блок по сути нам обеспечивает переменное напряжение до 42 вольт с гальванической развязкой от сети и коммутацию. Корпуса всех трех частей естественно металлические, при том металл довольно толстый. Шасси прочное, не то что у современных устройств, которые гнутся и ломаются даже от громкого разговора. Закрываем этот блок и переходим ко второму. Это по сути регулятор напряжения. Не стабилизатор, а именно регулятор. На лицевой панели бросаются в глаза большой аналоговый вольтметр и амперметр, сетевой выключатель с индикатором, выходные клеммы, разъем для подключения второго регулятора из этого же комплекта, ну и большой выключатель, о котором поговорим чуть позже. Ах да, еще в самом центре у нас находится огромная крутилка. С ее помощью можно довольно плавно регулировать выходное напряжение. На задней панели находится 6-амперный автомат защиты. Вскрываем блок для изучения и профилактики. И тут сразу видим что-то наподобие трансформатора. По сути, ребята, весь комплекс представляет из себя огромный латор. Принцип регулировки напряжения именно такой, как у латора. Переменное напряжение с блока трансформатора поступает на блок регулировки. Далее оно поступает на систему регулировки, которая из себя представляет одномоточный трансформатор со средней точкой. Средняя точка представляет из себя ползунок, вращением которого и регулируется напряжение. Тока съема осуществляется с помощью ролика. Далее напряжение поступает на узел выпрямления. Вроде выпрямителя 4 мощных диода. По всей видимости, это силовые диоды типа D104-20 или что-то из этой линейки. В любом случае, диоды спокойно терпят токи где-то в 20 ампер. Они установлены на радиаторы. Сам радиатор прикручен к металлическому корпусу. Разводка проводов и подключения сделаны на том же уровне, что и в случае первого блока. Все промаркировано, аккуратно и надежно. Кстати, забыл указать о том, что внутри каждого блока, помимо автоматов защиты, имеются еще и плавкие предохранители. Если присмотреться к мелочам, можно заметить, что почти все выключатели дополнительно изолированы от корпуса бумажными шайбами, что не может не радовать. Таким аппаратом я бы пользовался с удовольствием. Второй блок регулятора точно такой же, как и первый. Я его разобрал за кадром, почистил и собрал обратно. Как сказал ранее, к трансформаторному блоку подключается первый регулятор, к нему уже второй. Притом напряжение, идущее от первого регулятора ко второму, через специальный разъем, переменное. Потери мощности почти нулевые. Выключатель, о котором говорили ранее, является переключателем выходного напряжения. Левое положение вырубает постоянку на выходе и подает переменку на соответствующие клеммы и на разъем, куда подключается второй регулятор. То есть, одновременно выставить постоянное напряжение на обоих регуляторах не получится без апгрейда. Тумблер на ведущем регуляторе всегда должен находиться в левом положении, чтобы второй регулятор работал. У комплекса есть одна интересная фишка. Первый регулятор всегда ведущий. С его помощью можно менять напряжение на втором, что дает возможность очень плавно выставить любое напряжение на выходе. Хотя и без этого регулировка очень плавная, с точностью до 100 мВ. На обоих блоках регулировки вы могли заметить разъемы с пометкой переменное напряжение. Движением ползунка на этих разъемах можно получить переменное напряжение от 0 до 50 Вольт. Так что блок питания можно сказать 2 в 1. Низковольтная переменка, да еще и с возможностью регулировки. Очень полезное дело. На индикаторах мы видим двойную шкалу. Верхняя показывает значение для постоянного тока, нижняя для переменного. В блоках регулировки нет даже сглаживающих конденсаторов. Да, пульсации тут приличные. Питание нечистое, но по идее, как уже сказал ранее, это аналог латера. Только на выходе напряжение постоянное, низковольтное и имеется развязка. Безопасно и удобно. Можно проводить практически любые опыты в учебных заведениях. Для этого, собственно, и предназначен наш источник питания. А теперь давайте опробуем наш блок питания в деле. Проверим для начала диапазон выходных напряжений и плавность регулировки. Видео специально не ускорено. Тот же эксперимент, только уже в случае переменного напряжения. Ну а теперь нагрузим этого зверя моими любимыми лампами от кинопроектора. 10 ампер, говорите? Да легко. Он и 20 даст. Просадки и напряжения, конечно же, есть. Но это же вам не стабилизатор. При попытках снять более 22 ампер сработал автомат защиты на блоке регулировки. Комплекс почти не греется. Да и нечему тут греться, кроме диодов. Но и те, даже при максимальных токах 10-15 ампер, чувствуют себя отлично. Измерить пульсации выходного напряжения в такой системе нет смысла. Они будут большими. Это и ежу, понятно, так как тут даже нет конденсатора. Что могу сказать в конце? Лично я очень доволен. Устройство сделано на века. Долгие годы этот комплекс собирал пыль на прилавке. Сейчас же, после профилактики, он окажется на моем рабочем столе. Будет радовать глаза и согревать душу. Некоторые могут подумать, что это старье или хлам. Но я с ними не соглашусь. Хотя бы по той причине, что современные вещи можно купить в любую минуту. А такое уже никогда не будут производить. Оценивайте это видео, делитесь с друзьями и оставляйте свои отзывы. У меня еще полно старой техники и буду только рад сделать на них обзоры. Если, естественно, вам нравятся ролики такого формата. При возникновении любых вопросов, связанных с электроникой, вы всегда можете обратиться за помощью в нашу группу. Ссылка в описании. А на этом мне остается только прощаться. С вами, как всегда, был Касья Нака. И до новых встреч. Пока.